Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 10 августа и я хочу показать, как неприглядно выглядит мой огород после полтора месяцев дождей, гроз, града. Все кусты почернели от холода, от сырости. Висят спелые томаты, но зелени уже в основном не видно. Вот некоторые томаты еще, зелень сопротивляется, еще пытается расти, но ночью уже 8-10 градусов. И можно уже смело сказать, что у нас в сибирском регионе лето закончилось. Даже если вновь установится тепло, уже вот тот период, в который были дожди, все это холод, уже они нанесли ущерб нашим томатам. Вот я сейчас стою и капает все равно дождь, постоянно дождь. Я вот хожу, выковыриваю, особенно те, которые грунтовые, вот сейчас ковыряла с земли, выковыриваю прям с земли томатики. Но сильно не нужно расстраиваться, потому что сибирские сорта все равно дали урожай хороший. Хоть погода и подторапливает с уборкой плодов, я бы еще, конечно, дала им повисеть. Но те сорта, которые предназначены для выращивания в неблагоприятных условиях, все равно дали хороший показатель. Вот снегири, настенька, это все с открытого грунта я сейчас выковыривала. Димидовские, розоветров, ну и ринет вам знакомый уже. Вот ринет последние два ведра. Петруша, там еще забыла, вот эти полис, Аляска, Таймыр последние сняла. Вот эти томаты у меня успели отдать урожай до наступления холодов, вот всяких этих фитофтор и всего. Урожай они дали неплохой. Вот это вот у ринета я последние два ведра сняла, снегири тоже все обобрала. А настенька и димидов будут еще плодоносить в грунте, они не боятся. Нет ни гнилых никаких, ни поврежденных, градом чуть-чуть их побило и все. Вот такая ситуация у меня сегодня на начало августа, вот опять подул дождь. Какие-то томаты еще висят зеленые, я не знаю, вызреют они или нет. Вот еще много петруши, огородника зеленого, он прям кисти хорошие такие висят, поломала некоторой грозой. Я хочу сказать, что каких-то сортов не будет совсем неженки. Их градом побило, они сгнили, кусты сломались. Но основные, вот то направление, которое я всегда выращиваю, сибирские сорта димидов, настенька, петруша, санька, яблоки на снегу. Этих семян будет очень много, потому что они дали урожай такой же, как в обычный год. И вот этот год их проверил как раз на стойкость. Я еще раз убедилась, что все эти сорта, которые вот я называю самые стойкие, холодостойкие, они действительно, у них самый высокий показатель урожайности. На них не повлияло ни этот, ни град, ни дождь, полтора месяца, который уже идет, ни холода, 8-10 градусов ночью. Все они дали прекрасный урожай и нисколько в качестве, но единственное, что они грязные, но я их, конечно, вымою, качество нисколько не ухудшилось. Мы вот кушаем их, они такие же сладкие, такие же мясистые. Все, до свидания. Это был видеообзор на 10 августа. Ранние сорта все убираю. Вот, которые ринет убрала весь. Сейчас буду кусты выдергивать. Эти еще пока останутся. Но, несмотря на такой плохой год, урожай неплохой. Хочу дать новичкам совет на будущий год. Выбирайте тщательно сорта и выбирайте большую часть. Конечно, надо и крупноплодные, вот эти неженки, теплолюбивые. Но, если у вас нет теплицы, выбирайте лучше все-таки холодостойкие. И вот такие, как с северными названиями. Подснежник, Снегири, Аляска, Таймыр, Полюс, все-все-все-все вот эти. Потом сибирские сорта. Вот у меня Настенька, Демидов, Жаростойкий, Алтайский сюрприз, Петруша, Огородник, Алтайская тройка. Ой, Сибирская тройка. Все они вот для таких погодных условий предназначены. И они дают в таких погодных условиях неплохой урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Надеюсь, на будущий год вы тоже своим урожаем не будете знать, куда ставить, ложить. Вот у меня сейчас уже ведер не хватает, куда собирать урожай. А я надо еще собирать, собирать и собирать. Желаю, чтобы у всех было так же на будущий год. До свидания.